Окей, все, я включил записи. Не самая труднейшая тема во всем объеме того материала, который называется Торой, так что нам помощь свыше совершенно необходима. Я напоминаю с вами, что мы начали книгу Шмуэль-Бет, если в Шмуэль-Алеф описывается помазание Давида, его блуждание во время гонений, его попытка спастись у филистимлян, то Шмуэль-Бет рассказывает о становлении царства Давида. И как мы представляем себе, все так же получается не очень просто, гладких проторенных путей нет. И нам важна не только событийность, нам важно понять психологию сыновей Израиля. И мы видим, что Давид, забегая несколько вперед, он принимается с трудом. На это есть несколько причин. Мы помним, что его образ очерняется постоянно даже великими людьми, которые подозревают его в испорченности души. И подозревают его в том, что действительно его происхождение от моавитянки, независимо даже от того, правильно это было в галактическом плане или неправильно для Боаза сжениться на руд, его подозревают в том, что в нем есть некоторая испорченность, которая совершенно неприемлема для царя Израиля. И прежде всего, это не только сам Шауль, но и его полководец Авнер, который находится рядом с ним. И мы говорили о нем. И он, может быть, сыграл принципиальную роль в том, что и Шауль, и окружение Шауля, в конце концов, и в народе Израиля, в основном в коленах Израиля, кроме Иуды, образ Давида складывался не очень-то положительно. Я напомню вам, если так можно представить себе ход мысли Всевышнего, прежде чем мы начнем говорить о тексте, и представляется, что сыновья Израиля не выдерживают уровень духовный, когда все происходит чудом, потому что это требует большого внутреннего напряжения, требует большой духовной высоты, и они отказываются от руководства Шмуэля, сильнейшего пророка, похожего на которого, может быть, не было до него и после него. Пророк, который совмещает в себе силой Мошея Аарона, как нам говорит Медраж, Медраж Тейлим. И они отказываются от него и просят себе царя. Всевышний тогда делает такой хобби, если так позволительно сказать, условно сказать, что во главе сыновей Израиля не может стоять человек, который не связан напрямую с духовным миром. Тогда нивелируется вся история, все предназначение сыновей Израиля, оно все как бы нивелируется и смазывается. Зачем, если нет человека, который возглавляет сыновей Израиля, поднимает постоянный их духовный уровень, и Всевышний посылает Давида с некоторым, так сказать, остановкой промежуточной такой станции. Это Шауль, который больше подходит для сыновей Израиля в их представлении как царь и действительно человек праведный, но, оторвавшись от пророка, он уже не может быть царем Израиля, когда он не слушает слова пророка и допускает целый ряд, скажем, ошибок в том плане, что он отходит от пророка, не выдерживает испытаний, не слушает его слова. Тогда приходит Давид. Давид и пророк, и не пророк. И у него не самое главное то, что он пророк, и иногда получает пророчество, как мы видели с вами в тексте, это не самая главная линия. Самая главная линия, как мы с вами видели, что Давид, про него сказано, что у него красивые глаза, то есть он видит красоту мира, или, иными словами, он видит ту духовность, которая скрывается за материей. И еще мы с вами несколько раз видели, что у него он чувствует мир сердцем. Он чувствует мир сердцем, а точнее говоря, он чувствует волю Всевышнего сердцем, и он идет за своим сердцем. Конечно, такое свойство, оно требует очень большого напряжения, и очень большой праведности, и поскольку нету человека, который никогда не ошибается, вот такое вот влечение сердца, оно не может быть... Оно не может быть такое влечение сердца безошибочным уже просто совершенно, и надо себя контролировать, и надо прислушиваться, и надо советоваться, безусловно. Но какие-то моменты сердца, оно превосходит, даже когда люди, даже когда мудрые люди, даже когда Санзидрин его советует ему поступить иначе. Это Давид. Он не пророк и пророк. Для него не происходят чудеса, но он всегда выводит явные чудеса, открытые чудеса. Те чудеса, которые случаются с ним, они, скорее всего, скрытые, и он идет со Всевышним так, что это не видно. Это не напрягает человека, который видит чудо и должен рассчитывать на чудо. Мы знаем, что на чудо полагаться нельзя в обычной жизни, но поколения Шмуэля не было как бы и другого выбора, и альтернативы. И для них, да, было правильно полагаться на чудо, потому что среди них был такой пророк, и это было большим напряжением для всего поколения, и это не выдержит. И Всевышний дает Давида. Давида, который идет по своему сердцу, а сердце его со Всевышним, который видит духовность, которая в этом мире, но, опять же, должен постоянно находиться на высочайшем духовном уровне, должен себя контролировать, потому что человек, он человек, у него всегда есть свобода выбора, он никогда не превращается в робота. И, как бы, вся последующая, дальнейшая история, она заключается в том, есть, так можно сказать, или, скажем, ее красная линия, она проходит через неприятие Давида. Да, с одной стороны, понятно, это и герой, и высокодуховный человек, и мудрец тоже с другой стороны, он остается по-прежнему непонятен, вызывает подозрения, тем более вот с таким вот началом, когда его имя очернено, это как бы то видение, которое бы хотелось сказать, прежде чем мы с вами обратимся к тексту. И мы с вами во второй главе. Еще один момент в качестве видения. Я очень, после нашего занятия, мне показалось, что остался какой-то момент недоговоренный. Речь идет о Доиге и о его сыне, которые пришли к Давиду, от того, чтобы для того, чтобы сообщить им о Гигаре Шауля. И вроде бы так, при первом прочтении текста, кажется, что все нормально. Однако Давид относится с подозрением. Понятно, что он узнал Доига. Понятно, что он казнил его, но он не хотел казнить его за убийство сыновей Нов, потому что это было сделано по слову Шауля. И, возможно, он мог обвинить его в клевете и казнить его за этот поступок. Однако он ищет, что же неправильно. Или мы с вами ищем, хотим понять, что же неправильно в этом приходе к Давиду, когда он приносит знаки царского отличия Шауля и сообщает ему о гибели о поражении, о гибели Шауля, о гибели Йонатана. Мне кажется, что ключевой момент винтик – это то, что сын Доига, по всей видимости, по комментарию Клейкара, по крайней мере, он говорит о гибели Йонатана. И понятно из его слов, что он не знает о гибели Йонатана. Он или предполагает, или слышал, что Йонатан погиб, но он не был там. Никаких деталей гибели Йонатана он рассказать не может, хотя они бы интересовали тоже Давида, и он бы обязательно расспросил. Но он понимает, что у него нету этих деталей гибели Йонатана. И он снимает знаки царского достоинства с Шауля, когда он не знает, что погиб Йонатан. Не знает, что погиб Йонатан. И мне кажется, что тогда его действие, оно обретает совершенно другой какой-то отрицательный характер. По идее, Йонатан мог остаться в живых. Он мог, мы знаем, что этот человек отважный, смелый, что с ним Всевышний, он помогает ему. Он один победил целое войско филистимлян. Может быть, он остался жив. Доевель, его сын, они не знают об этом. И он снимает знаки царского достоинства и приносит их Давиду, предполагая, что Йонатан погиб. Мне кажется, что вот это вот тот ключевой момент, который позволяет увидеть до конца уже неправильность такой прихода к Давиду, неправильность прихода к Давиду, чтобы известить его, что Шауль погиб. А вдруг Йонатан не погиб? Он с точки зрения закона должен быть царем. То, что Шауль и Давид, то, что Йонатан и Давид договорились, это другое дело, которое, конечно, неизвестно до его. Вот это такое маленькое дополнение, я о нем думал. Не знаю, согласитесь-то здесь или нет. Пожалуйста, можно как-то достараться найти еще какой-то винтик, который как бы или какой-то момент, который как бы произвел вот эту искру, замыкание, когда Давид понял, что поступок этот, снять знаки царского достоинства и принести ему, это поступок фактически злодейства. Но это мы оставим на будущее. Пожалуйста, вы подумайте тоже. А мы с вами тогда берем сейчас вторую главу и пытаемся посмотреть, что там происходит. Она, естественно, насыщена событиями. Я попрошу Натану включить разрешение для демонстрации экрана. Да, 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 полсекона, если хазать. Так, 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 так. Я что-то не очень понимаю. А, Зеев, все, все так давно. Да? Сейчас, сейчас. Пожалуйста, окей. The host disabled participation screen sharing. Что, еще какие-то проблемы? Вот я включу, вот, сейчас нету. Сейчас нет, сейчас нет. Если, конечно, не искать специально, то проблем нет. Я специально не надо, и так много. Сейчас мы пытаемся сделать. Да, сейчас увидим. Сейчас вы видите, но не то, что нам нужно. А вот так вы видите текст? Нет, плиз, сначала открой документ, а потом... Все, 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 ясно, все. Что они-то сделали с точки зрения. Секунду, секунду, секунду. Так, секунду, еще, еще раз. Еще раз. Так, мы делаем стоп-шер. И еще раз делаем шер. Так. И вот я надеюсь, что будет виден документ. Правильно? Правильно, да? И было после этого, и спросил Давид Бога, говоря, подняться ли мне в один из городов Яуды? И сказал ему Бог, поднимись. И сказал Давид, куда подняться мне? И сказал он, в Хеврон. Мы понимаем, что Авиатар, сын Ахимелиха, находится вместе с Давидом. Он находится Урим в Итуме, нагрудник первосвященника. И через этот нагрудник Давид задает вопрос. Слово подняться, оно указывает нам на то, что Давид находится в Приморской Ниневости, у филистимлян. И он собирается в Яуду, которая расположена на горах. Он спрашивает подняться. И Всевышний Абрик отвечает ему подняться. Но здесь два момента. Первое. Мы понимаем, что не прошли еще дни траура по Шаулю, по Инатану, по погибшим воинам у горы Гильбоа, на горе Гильбоа. И не нужно было бы действовать. Но у Давида нет времени. Ему нужно что-то предпринять, чтобы что-то противопоставить филистимлянам. Во-первых, нужно уйти от филистимлян. Непонятно, куда идти. Нужно уйти от филистимлян. Во-вторых, нужно начать действовать для того, чтобы как бы попытаться страну восстановить после этого тяжелого поражения. Времени нет. Тридцати дней траура нет. И Давид начинает действовать. Давид начинает действовать. Мы можем представить себе, что царство Шауля, оно где-то два с половиной года заняло. И вот через два с половиной года после такого своего молниеносного взлета, блистательной деятельности, несмотря на все свои ошибки, Шауль погибает. Теперь Давид должен, как говорят, принять Иссофету. И Давид спрашивает, куда подняться? Куда подняться мне? Мы видим в этом вопросе большую неуверенность. А даже в Иуде примут ли его? А даже в Иуде найдет ли он поддержку? Понятно, что Иуда не очень-то была с Шауля. Мы помним, что Шауль в какой-то момент отстранил важных людей, так сказать, отстранил от двора, удалил их от двора. И приблизил себе колено Вениамина, потому что он перестал полагаться на колено Иуды. Совсем чувствуя, что оно поддерживает, по крайней мере, в значительной степени поддерживает Давида. Колено Иуды оказалось отторгнутым от управления, от власти. И, тем не менее, и должна была бы принять Давида. Но Давид сомневается. Он спрашивает, куда подняться? И Всевышний говорит в Шеврон. Не просто в один из городов. Не просто уйти от филистимлян и начать постепенно, когда движение к центру страны, укрепляя свои позиции, договариваясь с главами колена. Нет, сразу в Шеврон, в столицу Иуды, в центральный, в самый укрепленный город, подняться туда. И поднялся туда Давид и также две жены его. Ахином из города Израиль, Авигайль, жена Навали из города Кармейль. Я думаю, что здесь вспоминается о женах Давида, потому что они находились вместе со всеми и в циклагии были угнаны также в плен амалекитянами. И люди нам сообщают, чтобы мы не думали, не подозревали, что они также были возвращены вместе со всеми пленными. И людей, которые были с ним, поднял Давид каждого семейства у него, и поселились они в городах Хеврона. И в самом Хевроне, и в местах вокруг Хеврона. Те люди, которые были с Давидом и филистимлян, впоследствии составили костяк его гвардии, так сказать. И они назывались Гетим, люди из Гата. Неважно, что кто-то, мы знаем, что и из филистимлян присоединился к Давиду. Не много, но, по крайней мере, несколько человек мы увидим с вами в дальнейшем, они присоединились к Давиду. Но здесь речь не идет обязательно о филистимлянах. Гетим из Гата – это те люди, которые были с Давидом, которые присоединились к нему в процессе его блуждания. Ушли из филистимлян, и те люди, на которые он мог полагаться. И пришли люди иуды и помазали там Давида над царством, над домом иуды. И всащили Давиду, говоря, люди города Явиш-Гелат, они те, кто похоронил Шауля. Помазание. Помазание не требовалось. Мы знаем, что Шмуэль помазал Давида над царством. В общем-то, это было уже известно. Были свидетели, по крайней мере, пророк Натан и Гад. Они могли свидетельствовать о том, что они знают о Шмуэля, что Давид был помазан на царство тем маслом, которое хранилось в Мишкане со времен Маше. И поэтому второго помазания не требовалось. Говорится, что и в дальнейшем помазание царей, то есть возлияние масла на их голову пророкам или кем-то из важных людей, оно также не требовалось. Но мы видим, что, например, Шламо был помазан на царство. Это только из-за споров, которые возникали в народе для того, чтобы, то есть это действие, так сказать, необязательное, но необходимое для того, чтобы подчеркнуть, что да, вот именно этот человек будет царем. И мы понимаем, что вопрос о том, кто в данном случае, вопрос о том, кто будет царем, он как бы не исчерпан, далеко не исчерпан. Но колено Иуды приходит и помазало на царство Давида, тем самым сказав, мы с Давидом, мы остальные, как хотят, они придут, не придут, мы с Давидом. И здесь мы, может быть, первый раз сталкиваемся с таким выделением колена Иуды в том плане, что колено Иуды идет за, в общем-то, кроме некоторых моментов, практически всегда идет за домом Давида. И привержено Иерушалаему и храму, о которых мы еще поговорим в дальнейшем. Пока Давид в Хевронии, как мы представляем себе, Иерушалаем не звоемым, Иерушалаем называется городом Еусеев, и там укрепились Еусеи и филистимляне. Иерусеи, как древний народ, а филистимляне, как пришедшие туда и захватившие это место, Иерушалаем, пока не в руках сыновей Израиля. Мы понимаем, что первое, что сообщают Давиду, что были отданы почести Шаулю, что его тело, как мы помним, было похищено из Бейтшана людьми из Явиш-Гелаты, было похоронено с достоинством. Об этом сообщают Давиду, и понятно почему. Первая проблема Давида – это подчеркнуть, что он не собирается воевать с остатками той династии, которая идет от Шауля с теми его потомками, кто остался в живых с его приближенными, он совершенно не собирается воевать, он признает царское достоинство Шауля, он понимает всю трагедию произошедшего, и поэтому Давид, он действует и как политик, и от чистого сердца. Первое его действие отправил Давиду посланцев к людям города Явиш-Гелаты, сказал им благословенны, мы перед Богом за то, что оказали эту милость господину вашему Шаулю и похоронили его. Понятно, что в такой ситуации можно было и не рисковать своей жизнью для того, чтобы ночью тайно приходить вопреки филистимлянам, которые бродят повсюду и рыскают повсюду, и которые вообще могли охранять тело Шаули, могли сидеть в засаде около стен Бейтшана и наблюдать за тем, кто захочет похитить тело Шаули, давшего похоронить, совершенно не обязательно было рисковать жизнью, но люди Явиш-Гелат по двум причинам. Во-первых, это оскорбление имени Всевышнего, мало того, что царь убит, так его еще тело вывешено в Бейтшане. И, во-вторых, они помнят то, что в свое время Шауль спас их, и вот они совершают этот подвиг, и Всевышний благословляет их и благословляет от чистого сердца. Можно было бы, если бы это был не Давида человек другого масштаба, меньшего масштаба, можно было бы увидеть в этих людях опасность для будущего царства, можно было бы увидеть в них тех, кто собирается поддерживать Шауля, потомков Шауля, можно было бы увидеть в них недовольство тем, что Давид поднимается на царство. Нет, Давид все это не увидел, не захотел увидеть, не захотел никого подозревать. Он благословляет их. Кроме всего прочего, есть обязанность похоронить человека. Она вытекает из сторы, из книги дворин. Естественно, опять же, мы говорим о том, что с таким риском можно было и не исполнять эту обязанность. Но, в принципе, есть обязанность похоронить человека. Похрани его в тот же день и не оскверняй земли твоей, которую Бог всесильный твой дает тебе наследный удел. Не только существует такое обычай, чтобы все были живы-здоровы, но если кто-то умирает, старается человека похоронить в тот же день. Это просто общераспространенный обычай. Если нельзя, не получается, если суббота, то это другое дело. Но, в принципе, идея в том, что вы, как бы, идея изначально старается похоронить в тот же день. А теперь окажет вам Бог милость истинную, и также я вас дам вам за добро это, ибо вы сделали это. А теперь, да укрепятся руки ваши, будьте воинами сильными, ибо умер господин ваш Шауль. А также знайте, что меня помазали люди из дома Иуды царем над ними. Это первые люди за пределами Иуды, к которым обращается Давид, как бы приглашая их поддержать его правление. Мы понимаем, что они само собой разумеется, что его поддержат. И даже люди Явиша, к которым он относится благосклонно, совершенно не обязательно его поддержат. Но через них лежит ключ ко всему, ко всем тем, тому населению, которое живет за Ярденом, на восточном берегу Ярдена. И для Давида важно, чтобы они его поддержали. Непонятен ответ людей Явиша, скорее всего, они ушли, поводав Давида за отношение к ним, хорошее и доброе, и ушли. И как бы ситуация так повисает, невонятно, за пределами Иуды признан Давид или не признан Давид. И вот следующее предложение нам раскрывает ситуацию. Абнер, сын Нера, начальник над войском Шауля, взял Ишебошита, сына Шауля, и перевел его в Маханаем. Прежде всего, имя. Иш Бошит, человек позора. Мы понимаем, что это не первое его имя. Он взял себе это имя. После гибели отца, после поражения, он изменил свое имя и уже носит это имя и известен нам под этим именем. Он человек не совсем здоровый, ноги его больны. И изначально, как бы, он в условиях древнего мира, он не мог претендовать на царство. Однако Абнер, сын Нера, начинает, как говорят, раскручивать или разыгрывать эту карту. Он взял Ишебошита, сына Шауля, и перевел его в Маханаем. Маханаем, как вы помните, это крупнейший город за Ярденом. И там он хочет обосновать, сделать изначально столицу Израиля. Это важно, потому что колена, которые находятся за Ярденом, они многочисленные, они сильные. И Ишебошит может находиться за Ярденом в очень укрепленном городе Маханаеме и за Ярденом далеко от Хеврона и не опасаться неожиданного вторжения со стороны Иуды. И мы понимаем, что Абнер понимает это, и Абнер предполагает возможность междоусобной войны. Одно только, что он помещает Ишебошита в Маханаем, показывает нам, что он предполагает возможность междоусобной войны. И поставил его царем над Геладом и над Ашури, и над Израилем, и над Ифраемом, и над Бениамином, и над тем Израилем. Ашур, Ашури, область, это не тот Ашур, о котором пойдет речь гораздо больше, гораздо дальше, на гораздо более позднем этапе истории Ашури. И на севере, скажем, у северной границы Израиля подчиняется, до сих пор находилась зависимость от царства Израиля. Над Ашури, и над Израилем, и над Ифраемом, и над Бениамином, и над всем Израилем. Интересно, что Бениамин, хотя он сосед Иуды, он полностью примыкает к десяти коленам, получается 11 колен, вновь которые, и если учитывать колено Ливи, которое разбросано по всему Израилю, то у нас получается 11 колен, которые противостоят колену Иуды. 40 лет было Ижбошиту, сыну Шауля, когда он царился над Израилем, и два года он царствовал, но люди дома Иуды остались с Давидом. Тоже очень интересное предложение. Прежде всего, мы можем заметить, что Ижбошит на 10 лет старше Давида, Давиду в это время где-то 30 лет. И мы видим, что тенденция такая, и то, что говорится, что люди дома Иуды остались с Давидом, это свидетельствует о том, что Амнер или его посланные, или какие-то важные люди из 10 колен, они предлагали Иуде присоединиться и говорили, что весь Израиль остался с Ижбошитом, потомком Шауля, а вы отделились в сепаративное такое, в сепаратисты, в сепаративное царство. Вы отошли, вы изменили всему Израилю совершенно естественно, чтобы весь Израиль объединился под началом Ижбошита. И было число дней, на протяжении которых Давид был царем в Хевроне на доме Иуды 7 лет и 6 месяцев. Понятно, что здесь текст забегает несколько вперед, и мы еще вернемся назад к тем событиям, которые произошли в Хевроне. Но мы представляем себе, насколько этот длительный срок, 7 лет, ушло на то, чтобы понять и осознать, что Давид действительно достоин быть царем Израиля. Более того, что его никто не может заменить, и пока не сложилась вынужденная ситуация, о которой мы будем говорить дальше, один из колен не пришли к Давиду и не признали его царем Давид в Хевроне. Можем представить себе, что делал Давид в Хевроне. Давид создал некоторую новую систему управления. Он заботился не только об укреплении войска. То, что он заботился об укреплении войска, это мы с вами видели, он велел сыновей Иуды научить стрелять из лука. Это мы с вами как бы прочитали вместе и понимаем, что научить стрелять из лука – это не только научить стрелять, это достать и луки. И когда у тебя лучники, ты должен реорганизовать. Ты строишь, скажем, армию на ударной силе лучников, ты должен реорганизовать всю армию. То есть этим всем Давид занимался безусловно. Но книга «Деврей и Мим» нам свидетельствует о том, что Давид занимался и хозяйством, сельским хозяйством, можно сказать, экономикой. Он развивал и выращивание оливкового масла, которое в древнем мире было как бензин. Оно использовалось не только в еду, но и для освещения, и для лечения, и для умощения тела, что было очень важно в древнем мире. Он развивает выращивание оливкового масла, винограда и злаковых. Но то, что как бы земля Иуды может дать, весь этот потенциал он старается использовать. Но самое интересное, то, что в «Деврей и Мим» говорится, что Давид приблизил к себе людей, отвечающих за хозяйство или за сельское хозяйство. И тот человек, который отвечал за, скажем, за оливковое масло, он был при нем. И это очень интересно. То есть понятно, что эти люди имели влияние, могли что-то сказать. Это было не характерно для любого царства древнего мира, любого государства древнего мира, где все строилось на военной мощи, на, скажем, приближенные были это полководцы, это начальники над войском. Они входили в ближайший круг царя, и люди, которые занимались хозяйством, они не были так близки к царю. И что значит они занимались хозяйством? Они собирали налоги. Здесь Давид нет. Он пошел по другому пути. Они не только собирали налоги, и, может быть, не столько собирали налоги, и как помогали развивать людям те или иные отрасли, которые были продуктивны для иуды. И это, как бы мы видим, государственная мысль Давида. Скорее всего, его собственная, потому что она совершенно новая, совершенно неожиданная. Что касается войска, Давид старался выдвигать военачальники, не то, что старался. Его военачальники были исключительно люди мудрые в Торе. Он не оценивал людей только по силе, хотя сила физическая и умение владеть оружием были совершенно необходимы. Он оценивал людей и, прежде всего, по знанию Торы, по их праведности. И впоследствии, когда в конце книги Шмуэля будет перечитаться его рим, так сказать, основные воины, мы увидим, что все они не только смелые, полагающиеся на Всевышнего, но они также все и мудрецы Торы. И, безусловно, уделяя внимание и войску, и хозяйственной части, так сказать, Давид уделял, безусловно, большое внимание и духовной стороне. И он пошел по, скажем, тоже довольно неожиданному, интересному пути. Мы не знаем про Давида, чтобы он ввел систему изучения Торы, постоянно там, скажем, в Эдмидраши, места, где люди могли прийти изучать Тору. Мы знаем этого царя Шламу. Он постарался организовать систему изучения Торы настолько широкую, чтобы любой человек мог практически в любом месте зайти хотя бы на пару часов послушать слова Торы, набраться какой-то мудрости высокой от мудрецов Торы. Это сделал царь Шламу. Давид – нет. По всей видимости, в его время в Иуде приверженность Торе, она была достаточно высокой. Это не нужно было поправлять и исправлять. У людей была возможность учить Тору. Среди населения Иуды было много мудрых людей, и, безусловно, Иуда всегда отличалась своими мудрецами Торы. Давид пошел по другому пути. Он стал писать, если так можно сказать, писать, условно говоря, стал писать псалмы, стал писать стихи. Если так можно выразить, потому что песни, то есть любое определение здесь будет несколько неверным. Он писал произведения, которые были призваны возвысить сыновей Израиля духовно. Точнее, если можно так сказать, приблизить к его уровню и к его мировосприятию, когда человек во всех событиях четко видит руку Всевышнего, когда в окружающем мире он постоянно очищает божественное присутствие. И в этом, видимо, Давид видел некоторую проблему, которую он хотел исправить. То есть возвысить людей духовно не только на уровне разума, а, так сказать, не только на уровне такого интеллектуальной приверженности Торы. Он хотел раскрыть, возвысить, если так можно сказать, усовершенствовать их чувственный мир. Их чувствительностью. Естественно, и мы можем представить себе, что Давид, царь, просыпался ночью, играл на арфе, и его пение было слышно во всем Хевроне. Так как в последующее время, когда был возведен храм, пение левитов разносилось по всему Ирушалайу, и, говорят, даже далеко за пределы города, когда приносились жертвы, левиты пели, то вот так же пение Давида разносилось по всему Хеврону. И, опять же, здесь очень интересный такой момент. Пророчествовали те стихи, скажем, условно говоря, которые писал Давид, или не пророчества. Нечто среднее. Назвать простым текстом невозможно. Назвать пророчеством тоже невозможно. Говорят в трактате Брахот, что его арфа сама начинала звучать в полночь, потому что дул северный ветер, как бы, да, но в любом случае это ветер божественного присутствия, который начинал перевирать его струны, и тут Давид просыпался, и вдохновение приходило к нему, и он писал и играл, может быть, даже сразу, те слова тех песен, которые, так сказать, приходили ему на уму, условно говоря. И вот нам нужно себе представлять, что псалмы Давида, они стали таким вечным призывом к сыновьям Израиля приблизиться к высокой духовности, к восприятию, к непосредственному восприятию духовного мира, которое было у царя Давида. В общем-то, царь Давид не видел, как можно продолжать без этого, без того, чтобы возвысить сыновей Израиля духовно, чтобы сделать из них, если не пророков, то хотя бы чуть-чуть пророков людей, чувствительных, воспринимающих духовный мир. Да, Цуфрим здесь, в этом месте, пишет, что псалмы стали основным итогом деятельности Давида, Цуфрим я отношусь с ним с большим уважением, это какой-то совершенно невероятный комментарий, современный, написанный где-то 60 лет назад, отличающийся от других комментариев психологическим анализом, анализом исторических ситуаций, и в то же время остающийся совершенно абсолютно верным источником. Да, Цуфрим, он говорит о том, что завоевания Давида от них ничего не осталось, народ Израиля ушел в изгнание, потом, когда вернулся из изгнания, пока там была еще эпоха Хашманаев, завоеваний Давида не было, но книга псалмов стала основным результатом его деятельности, вот таким духовным результатом. Здесь мне трудно согласиться с этим, здесь мне трудно согласиться с этим, потому что, понимаете, как Давид, конечно, он не был только поэтом, и он не был царем по принуждению. Понятно, что создание государства для него было исполнением божественной воли, понятно, что он понимал, что он не сможет возвысить духовные сыновей Израиля, если он не приведет их к победам, если он не приведет их к независимости от других народов, если он не докажет словом и делом, так сказать, превосходство сыновей Израиля над окружающими народами, о чем здесь говорить. И мне кажется, что подвиг Давида, его завоевание, несмотря на то, что сыновья Израиля в конце концов ушли в изгнание, это не менее вечное дело, не менее великое дело, чем создание псалмов. Они одно от другого неотделимы, совершенно неотделимы друг от друга. Конечно, если впоследствии где-то там в Римской империи был Марк Аврелий, то вы, наверное, представить себе царя, который пишет псалмы, стихи, и который играет на арфе, было очень трудно. Это тоже как бы необычность, такая личность Давида и среди сыновей Израиля, и во всем мире. Я здесь остановлюсь на секундочку, потому что мне все-таки хотелось бы послушать ваши вопросы, а дальше мы можем обратиться к тем трагическим событиям, которые произошли в Кевроне и которые в конце концов привели к становлению царства Давида над всем Израилем. Пожалуйста, если есть что-то спросить, я остановил Шер, я с вашим услугом. Радзеев, такой вопрос. И вот Эльж Боршетт, насколько он самостоятельный правитель? задается ощущение, что это Боршетт сам заправлял, а Эльж Боршетт номинал? Возможно, возможно, очень-очень возможно, и Эльж Боршетт сам не проявляет инициативы. Понятно, что он чувствует как бы свое физическое увечье, то, что, скажем, слава Богу, в наше время не останавливает и не ограничивает там карьеру человека. Он это чувствует с одной стороны, с другой стороны, он глубоко переживает трагедию гибели отца, и он сам не предпринимает никаких действий, и у этого совершенно правы. Сказать, что он марионетка, я не думаю, что можно сказать, что он марионетка, но в любом случае инициатива и, скажем, инициатива и объединить колено, один из колен и противопоставить их колено иуды, это все исходит от Амнера. Мы можем представить себе, Давид правит семь лет в Хевроне, мы примерно представили себе, чем занимался Давид укреплением иуды со всех точек зрения, с точки зрения военно-экономической и духовной, так как он это понимал и, естественно, верно понимал, чем был занят Амнер. Понятно, что он посылал гонцов и туда, и сюда, и он убеждал, и сплачивал, если так можно сказать, практически одиннадцать колен сплачивал для того, чтобы противопоставить их иуде, для того, чтобы в какой-то момент оказать давление, наверное, и, скорее всего, ему он не хотел междоусобной войны, безусловно, но он был занят этим. Это Амнер, и вы совершенно правильно подметили, это Амнер, а не Ишбошет. Ишбошет мог отказаться, я думаю, что он был для этого вполне достаточно самостоятельным человеком, но он этого не сделал. И его решение, и его поддержка Амнера, это тот вклад, который вносит Ишбошет в деятельность Амнера, который в этой ситуации, естественно, является основным. Радзеев, можно вопрос? Да, пожалуйста. Я все время спотыкаюсь об это имя, Ишбошет, и не могу принять, что его мама и папа так назвали. Мне кажется, это имя вторичное, может быть, теоретичное. И очень странно, что он носил это имя наследник царской династии. Я это не понимаю. Ваш ответ, я как бы услышал, что вот он такой сознательный и решил назвать себя так. Я не это чудо принял. Смотрите, в вашем вопросе здесь есть как бы противоречия. Или, это его назвали мама и папа, как вы говорите, или, как же вы тоже говорите, что он сам взял это имя. Я не знаю. Естественно, что мама и папа вряд ли назвали своего так ребенка, безусловно, они ему дали гордое имя, которое должно было свидетельствовать и о силе, и о царском достоинстве. Но и мы понимаем, мы понимаем человека, который получает известие о таком поражении, о гибели отца, о том, что отец обезглавлен, повешен на воротах, на стенах бейтшана. Он переживает, он говорит, я больше не буду называться славным именем, как указывающим на силу, на величие, я буду называться Иш-Бошик, человек, человек позора. И мне кажется, что это вполне реальная ситуация, особенно для древнего мира, когда к имени относились серьезно, что оно должно указывать на те или иные моменты, исторические моменты. Он сказал, я беру себе Иш-Бошик. Рабзеев, то есть он не претендовал на царский престол, да? Получается, если это он лично принял это имя, значит, он не претендовал на царский престол, да? Вы совершенно правы, очень хорошо, что вы это подчеркнули, совершенно верно. Амир приходит уже к Иш-Бошиту, человеку, который поменял свое имя, который говорит, что я нахожусь в травре, и, скорее всего, это имя указывает на то, что он отошел от всех дел и не претендует на престол, как вы говорите, Амир приходит к Иш-Бошиту, уже к Иш-Бошиту, когда у него имя Иш-Бошиту. Очень хорошо, совершенно верно. Он не претендовал ни на что, но, скажем, Амир человек мудрый, человек, так сказать, пропитанный торой, воин и уважаемый, он, видимо, легко смог уговорить Иш-Бошита, что исторический такой момент обязывает его стать по главе колен Израиля. И, Равзиев, мы не знаем первое имя Иш-Бошита, да? Я не помню, что вы где-то в Медрашим, оно появлялось. Я проверю, может быть, я упустил, может быть, это момент какой-то простой, я постараюсь проверить. И еще, Равзиев, я вот, когда читаю, я совершенно не вижу какой-то аморальности в поступках Авнера. Он как бы был последовательный, он был мудрец Торы, и он последовательно защищал семью Шауля. Вот, и мне кажется, очень сложно к нему найти какие-то вот критику какую-то. Или все-таки ошибаюсь? Это проблема того, как мы читаем. Если мы читаем просто текст, то да, то, что увидели, то увидели, но я, скажем, на протяжении многих и многих поколений, на протяжении тысяч лет, по крайней мере двух тысяч лет, я предпочитаю читать текст с комментариями, с мудрецами Торы, которые и указывают на проблемы, которых мы не видим, и иногда указывают на текст, который скрывает эти проблемы. Это как раз есть с Абнером, мы с вами может быть сегодня успеем, в следующий раз мы посмотрим. С Абнером связано место, скажем, его там настигают, его возвращают, связано место, которое называется Бор, Бор, Сир, яма, водосборник, которая поросла колючками, или место вокруг нее поросло колючками, так ее называется. Мудрецы пишут, что это не название этого водосборника, а это намек на проблемы, на проблемы Абнера, на то, за что небеса в конце концов приговорили его к смерти от руки небес. В чем проблема? Кустарник, как говорят наши мудрецы, он намекает на то, что когда Давид отрезал, как мы помним, край одежды Шауля и показал ему, когда Шауль сидел в пещере, Давид отрезал край одежды Шауля, Шауль вышел из пещеры, Давид стал в отдалении, показал ему отрезанный кусок его одежды, его мантии, если так можно сказать, для того, чтобы убедить Шауля, что он мог его угнуть, он мог нанести ему вред, Шауль был один без своей спиты, но он не захотел этого делать, и вот этот клочок одежды должен был свидетельствовать об этом, и Шауль действительно проникся этой мыслью, что Давид мог его убить, но не поднял на него руки, он пришел вернуться, и Абнер ему сказал, откуда ты знаешь, что он отрезал тебя в крае одежды, а может быть в крае одежды ты зацепился за кустарник, и он оторвался, и он подобрал его, и вот теперь он размахивает и говорит, а я мог тебя убить, что ты находился рядом со мной, ты был в пещере, а я подкрался, я оторвал край одежды, откуда ты знаешь, он, наверное, зацепился за кустарник, это наши мудрецы видят намек в тексте, потому что Яма, водосборник кустарника, они говорят, что это не собственное имя этого места, это намек на проблемы Авнера, Авнер каждый, Авнер каждый раз, и этого достаточно, как бы, для того, чтобы подтвердить все остальные другие места, Авнер каждый раз он говорил, он говорил Шаулю, что толковал поступки Давида в плохую сторону, и был один из, так сказать, виновников вот такого преследования Давида, разделения колен, при том, что он был мудрецом Торы, мудрецы тоже ошибаются, ошибаются иногда очень крупно, поэтому условно Авнер действовал во имя небес, мы представляем себе мудреца Торы и воина, который не один раз рисковал своей жизнью, тот человек, который стоял в начале становления царства Израиля, был полководцем Шауля, главным полководцем Шауля, безусловно, большой и правильный. Есть ошибка принципиальная, которую он допускает и которая в конечном итоге приводит его к гибели от руки небес. Это нужно понимать, понимаете, скажем, мы представляем себе праведника, который сидит где-то у себя в кабинете, обставленный, книгами, там, жена ему приносит чай, он вообще не выходит из этого кабинета, это не праведник древнего мира, я бы сказал, что это вообще не праведник, это часть праведника, достойного уважения, все, он говорит, стороны, это неправедность, праведник, он действует, он среди народа, он занят становлением государства, он занят воспитанием всего народа, и на этом пути могут быть ошибки, на этом пути могут быть ошибки. мне хочется сейчас приводить какие-то примеры великих людей, которые, скажем, подкод, которых в каких-то определенных местах он был неверным. Ну и что? Это не меняет, это не уменьшает их величие. Соблером так получилось. Он видел в Давиде, он видел в Давиде опасность для всего Израиля, действовавши Это непонятно. Были пророки Гад, Натан, он же знал, что они пророки, он же знал, что его помазал сам творец на это. Как мудрец Торы идет против пророков. Мне это непонятно. Идет против пророков и остается мудрецом Торы соображения здесь могут быть разные. Помазали, Шмуэль помазал Давида. Потом произошло много всего и Давид вышел совершенно не на тот путь. Как бывает уже пророк. Пророк, который не справляется с пророчеством по тем или иным причинам. В основном из-за того, что по своим качествам он перестает соответствовать тому духовному уровню, который ему дан. он выходит на дурную дорогу и становится лжепророком. Был пророком, стал лжепророком. Он даже получает что-то от духовного мира, но он это все интерпретирует уже совершенно иначе. В ложном плане. Так Абнер мог думать про Давида. Изначально на него вылилось благо и все и так далее. У него была важная роль. потом не справился по тем причинам. Может быть потому, что у него изначально были качества плохие, которые нужно было преодолеть. Ишмоль думал, что он преодолеет эти качества. Он не справился. Я смотрю на человека и говорит, Абнера, я вижу, что он погубит Израиль. Равзиев, но был же Натан, был гад в его время. Поэтому нетрудов... Мне больше нечего добавить. Конечно, был гад и Натан. У Абнера, как у Мудрица Тори, был свой взгляд на вещи. Безусловно, может быть, вы правы в том плане, что нужно было подумать больше, нужно было прислушаться к пророкам. Это, может быть, вы правы. Но обвинить его в поиске какого-то человеческого человека очень трудно. Спасибо, Равзиев. По поводу псалмов Давида. Это его божественное вдохновение или его врожденное? То есть, он начал писать псалмы после помазания? Это первый вопрос. И сразу же с этим. То есть, он автор и слов, и, очевидно, музыки к ним. Второй вопрос, он более легкий. Да, он автор и слов, и музыки. Мы с вами говорили о том, что строй псалмов, он неизвестен. мы знаем, что существуют три книги, в которых знаки кантилляции практически те же самые, что и в Торе, и в Пророках, но знаки кантилляции могут читаться несколько по-разному. Мы не знаем, как в псалмах читаются знаки кантилляции. Просто не знаем. Поэтому знаками кантилляции псалмы практически не читают. Есть какая-то традиция сифарская, которая там или сам ставит ударение и паузу, но практически знаки кантилляции, которые должны нам дать определенную мелодию, определенный напев, они нам неизвестны. Мы надеемся, что в будущем левиты, которые пели в храме, они, безусловно, пели по тем знакам кантилляции, или, как бы сегодня сказали, по нотам, которые расставил Давид, который написал и записал Давид. Левиты уже исполняли его... Безусловно, при его жизни, как мы увидим, он создал некоторое такое подобие храма в Ярушалае около своего дворца, шатер, похожий на мешкан, и там был порядок службы, который был впоследствии установлен в храме, и там левиты пели псалмы, Давид распределил их по стражам, по, как бы, по дежурству, и в определенное время левиты пели там псалмы на ту музыку, условно говоря, которую написал Давид. То, что вы спрашиваете о божественном вдохновении, то тут можно только повторить, что есть пророчество, когда человек выдает, скажем, буквально то, что ему Всевышний говорит, и говорит то, что ему поручено сказать. Иногда пророк должен объяснить слова Всевышнего, или он должен объяснить свое видение, он говорит своими словами, но Всевышний помогает ему для того, чтобы выразить правильно мысль, обязательно присутствует в помощи Всевышнего. С Давидом это некоторое такое особое состояние, которое говорят, что он псалмы писал, когда на нем пребывал божественный дух. Нам трудно понять эту разницу между пророчеством и божественным духом, но я бы представил себе как просто представил условно как вот такое сильное вдохновение, когда человек что-то подхватывает и он говорит от себя, но он наполнен божественным духом, вдохновением так что и скажем и божественное человеческое оно сливается в одно единое целое. Он говорит о событиях своей жизни, о своих переживаниях, но он говорит таким языком, что они становятся не личным чем-то, а глобальным, мировым, не переживанием из-за там скажем потерянных и проигранных сто долларов, а каким-то глобальным духовным переживанием, которые возвышают человека. То есть это слова человека при как бы помощи при помощи Всевышнего, при помощи его духа в таком плане есть, так можно сказать, в таком размере, который нам, к сожалению, неизвестен. Спасибо огромное. Что-то есть у нас еще спросить? Накопились какие-то вопросы? Если есть минутка, я бы спросил еще. Пожалуйста, пока Натан не говорит, что ее нету, она есть. В продолжении дискуссии Авнар у него свое мнение, но остальное народ знает, что Давид помазан шмольный, почему они не поимкуют Давиду остальные колена. еще раз, я не совсем слышал, мне плохо было слышно, может быть, тихо. Еще раз, пожалуйста. Да, ну, хорошо, Авнар у него оппозиция сформировалась, мудрец Туры, понятно, но остальные колена, почему они все-таки не пошли с Давидом, а примкнули к Эшбошету? Они же, наверное, знали, что Давид был помазан шмолем. Они знали, что Давид был помазан шмолем. Есть, вот, если мы представим себе реальную ситуацию, то есть очень много моментов, которые, да, то есть мы видим сегодня со своей точки зрения и, может быть, так сказать, с правильной точки зрения, но если мы перенесемся в то время, мы увидим, насколько проблематично было для колен принять Давида. Есть Шмуэль, да, он сам не объявил о помазании Давида при жизни, даже перед смертью, он умер дома, он не шел где-то и не упал там посреди поля, он умер дома, он не объявил о помазании Давида. Это уже порождало некоторые сомнения. Почему? Почему пророк должен был помазать его тайно, всю жизнь хранить это при себе и даже перед смертью не объявить его помазанием? мы знаем, пришел Натан, да, пришел Натан в Раму после смерти Шмуэля, сразу во время траура, он объявил, что Шмуэль помазал Давида. очень хорошо, мы ему верим, но почему же Шмуэль сам не объявил об этом? И все проблемы, все проблемы галактические, происхождение Давида от Руд, Моавитянки, они остались в умах. Нереально, но в умах. Шмуэль тоже не стал и не заявил громогласно, да, что он учил, наверное, он не подумал, может быть, о том, что настолько укоренилось это мнение, что Моавитянка тоже не может выйти замуж за кого-то из сыновей Израиля. Он не подумал об этом, он не провозгласил это, он не написал. Шмуэль очень любил Шауля и не хотел его отстранять от себя. Шмуэль не объявил о том, что он отбирает царство у Шауля после того, как он как минимум два раза не послушал его. Мы вот с вами стоим и все это наблюдаем, и все это видим, и есть множество слухов, которые расходятся о Давиде. Шмуэль помазал его, а то почему же он не объявил, что это такое тайное помазание царя. Понимаете, мы с вами начинаем подозревать, что здесь что-то не так. Он помазал, потом он передумал, и до смерти он не объявил. Все слухи, которые были о Давиде, все, что говорил о нем Шауля, распускало его окружение, все, что вспоминали, то, что с детства его отец отстранил, не держал при себе, все сыновья были, все сыновья были великие праведники, красивые, высокие праведники, было видно, что с ними Бог, а Давид он пас скот там до 12 лет, пас скот, отец его удалял от себя, все это могло быть в головах, все это было очень трудно преодолеть, все эти мысли, для того, чтобы увидеть, в Давиде человека, который построит династию, человека, который сам построит храм, или сын которого построит храм, нужно было очень много усилий. Колено Иуды, как мы понимаем, приняло Давида, потому что оно оказалось в какой-то степени значительности, не изолировано от других колен, оно оказалось в таком несколько состоянии преследуемых, отторгнутых, они брели Давида, они помазали его на царство, и сказали, грубо говоря, наш парень, пусть будет царем, у него много способностей, он победил Гальято, нам все равно как бы никого другого не видно, а что там с другими коленами, мы не знаем, какую они там кашу сейчас заварят, и все, мы не знаем. А в колено действительно они не пошли за Давидом, потому что было предвзятое мнение, и было очень много всего непонятного для людей, и нельзя, конечно, обвинять в этом Шмуэля, потому что если бы ему было повеление непосредственно с небес, то, конечно, он объявил Давида царем. Понимаете, и вопросы ваши совершенно правильные, и я очень рад, что они возникают, очень рад, что мы их разбираем, потому что в конечном итоге понять пророков это понять реалии. Может быть, реалии не просто простые, скажем, а реалии, связанные с духовным миром, с пророчеством, но понять реальную реальную ситуацию, это, безусловно, совершенно необходимо. Я не знаю, насколько я был убедительным, насколько я могу это передать словами, но мне представляется, что это очень-очень реальная ситуация, когда масса подозрений, непонятно почему сам Шмуэль до конца своей смерти не встал и не объявил Давида или, по крайней мере, не рассказал о помазании Давида многим людям. Спасибо. Что-то хочется еще спросить? Я бы оставил тогда уже на следующий раз. Готовьте, пожалуйста, ваши вопросы. Если вы будете себе что-то помечать из наших разговоров хотя бы одним словом, то я буду очень рад. Мне кажется, что конспект это очень важное дело, даже если он состоит из нескольких слов, вы потом можете вспомнить, о чем вы говорили и развивать мысль дальше. Если вы будете готовить заранее вопросы по проектному материалу, я буду очень рад. А вообще я очень-очень рад нашим занятиям, рад тому, что они есть, рад тому, что вы присоединяетесь. Мне кажется, что мы с вами делаем очень нужную и совершенно нетривиальную для нашего времени работу. Спасибо большое всем за участие. Я уже жду следующих встреч с вами. Спасибо вам. Спасибо, Робзи. Слева и до свидания.